Привет, я Маша, и вчера я осознала и поняла, что в моем доме снова появились новые книги. Я не помню, когда я снимала свои прошлые покупки, наверное, пару месяцев назад, и за это время какое-то количество книг в моем доме снова появилось. Это были как покупки, так и даже подарки, что, конечно же, очень приятно. И давайте, пожалуй, сразу начнем с подарков. Это был мой подарок на 8 марта от моего молодого человека Саши. «Пусть мумии танцуют» Томаса Ховинга. Томас Ховинг был директором Нью-Йоркского Метрополитен-музея в период 1967 по 1977 годы. И, насколько я поняла из аннотации, речь в этой книге будет идти о том, как Метрополитен-музей из такого обычного пыльного музея с каким-то старьем стал настоящей сенсацией. В этом музее провелась реконструкция, стали выставляться шикарные выставки-блокбастеры, которые привлекали внимание. И я так понимаю, что Метрополитен-музей стал именно таким вот всемирно известным, гремящим на весь мир, каким он является сейчас. Я думаю, все, кто интересуется искусством, все, кто любит ходить в музеи, так или иначе, либо были уже в этом музее, либо мечтают туда попасть. У меня, естественно, тоже есть такое желание когда-нибудь в своей жизни побывать в этом музее, но не знаю, как все сложится, все очень непредсказуемо, как вы понимаете. Меня вообще эта книга зацепила с одной фразы, где-то в Твиттере был пост с цитатой из этой книги, просто уморительно смешной. И я, к сожалению, сейчас не могу найти этот скрин, но я поняла, что мне это 100% надо, это не какая-то сухая хроника событий, это рассказ человека, который все это пережил и совершил всю эту революцию в музее. В общем, очень интересно. Книга такая выглядит объемной, но здесь всего 460 с чем-то страниц, фоток особо нет. Ну, такая вот плотненькая бумага, такой несколько квадратный, ну ладно, не квадратный формат. И я думаю, что в этом году я точно с этой книгой познакомлюсь. Следующая книга тоже подарок от Саши, это памятники архитектуры Санкт-Петербурга за авторством Бориса Кирикова. Если кто-то смотрит мой канал внимательно, хотя, конечно, зачем это нужно, тот знает, что я уже неоднократно показывала и рассказывала о книгах Бориса Кирикова. Это историк архитектуры петербургский, он, ну, кстати, он не только про Петербург писал вроде бы, но у него очень много именно таких вот серьезных книг об архитектуре Петербурга. Они все выходят в издательстве Кола, и у меня уже есть, вот здесь вы видите, такой трехктомник архитектуры петербургского модерна про доходные дома и общественные здания. Одну из этих книг я уже читала, мне она безумно понравилась. Это не какие-то байки о городе, там, что где-то было такое-то привидение, а там случилось то-то. Это такое довольно серьезное чтение, оно ориентировано как на тех, кто, в принципе, профессионально интересуется архитектурой, так и для обычных любопытных людей вроде меня. И вот эта книга, это уже не про модерн, это книга о самых известных вообще зданиях, которые есть в Петербурге. Здесь, конечно же, и Адмиралтейство, и Казанский собор, и католический собор Святой Екатерины, Александровская колонна. То есть, ну, такие, можно сказать, не попсовые, но прям знаковые здания Санкт-Петербурга. И здесь, как всегда, очень много фотографий, картинок, схем. Схем, кстати, нет, а нет, есть схемы. И они все не цветные, но мне безумно нравятся эти книги. Там отличное качество печати, милованная бумага. И вот под этой вот суперобложкой вот такая вот лаконичная книга. Это те книги, которые 100% вряд ли уйдут когда-то из моей библиотеки. Мне кажется, даже если вдруг мне придется, я не знаю, куда-то срочно бежать и переезжать, я не смогу взять с собой библиотеку, именно книги Бориса Кирикова я ставлю кому-нибудь на хранение, потому что это настоящий, ну, я считаю, что это настоящее сокровище. Вот. Мне интересна архитектура, мне интересен Санкт-Петербург, поэтому я уже две с половиной минуты рассказываю об этой книге, которую я еще не читала. Вот так. Если вы тоже любите Петербург, обязательно присмотритесь к этим книгам. Они написаны достаточно серьезно. Там встречается множество каких-то архитектурных терминов, но при этом там нет вот какого-то перегруза. Это, в принципе, написано очень хорошо. Ну, вот прям это можно читать вообще кому угодно. Следующую книгу я тоже получила в подарок от блогера Маши, которая ведет канал Blackbird Books, и она прочитала мой комментарий о том, что я хочу в бумаге найти роман Симона де Бувар «Прелестные картинки», и она нашла в Букинистике вот такой вот сборник Симона де Бувар «Очень легкая смерть», где есть это, ну, наверное, это не роман, это все-таки повесть, где есть «Прелестные картинки» и еще несколько повестей. «Очень легкая смерть», «Сломленная» и эссе «Нужно ли сжечь маркиза досада». Мне было безумно приятно, что Маша вообще вспомнила обо мне, когда увидела эту книгу, и мне ее презентовала. Мы с Машей встретились, пообщались, в общем, все очень классно. И я планирую, наверное, в самое ближайшее время прочитать что-то из этой книги. «Прелестные картинки» я, наверное, не буду перечитывать, хочу сделать это чуть попозже. А вот остальные повести меня очень сильно интересуют. И здесь такое очень интересное оформление. Я вам сделаю листалку, но это прям супернеобычно. Это 92-й год издания, как раз то самое время, когда были какие-то очень сумасшедшие взгляды на то, как нужно издавать книги. «Прелестная маленькая книжулька». Я очень люблю прозу Симона де Бувара, как-то очень сильно ее экономлю. У меня еще есть какие-то ее непрочитанные книги и даже ее автобиография. Не знаю, зачем я все это дело экономлю, но надо наконец-то уже ее снова начать читать. В общем, Маша, спасибо тебе огромное. Это просто шикарный подарок. Следующая книга была случайной покупкой. Но когда вы ее увидите, вы поймете, что без этой книги я не могла уйти. Из очень мною любимого магазина «Порядок слов» это Марсель Жоандо и его «Образы Парижа». Это первая книга издательства Colonna Publications на моих полках. И она такая прям, ой, ну такая приятная. Так приятно ее держать в руках. Здесь такие плотные белые страницы и фотография, бросая на обложке. Эта книга является именно тем, что написано нам на обложке. Это «Образы Парижа». Здесь, если открыть и посмотреть, то здесь какие-то очень такие прям коротенькие главки, зарисовки. Это какие-то наблюдения за жизнью разных людей, которые подсмотрены на улице, как я понимаю. И вот здесь сзади написано, что это «Собрание портретов обитателей великой столицы, людей и животных, неповторимых, одиноких, слепых светил, вращающихся, не сознавая того вокруг Бога». Вот. И мне это очень интересно. Это, наверное, не такое прям чтение, где ты погрузился в книгу, где есть какой-то сюжет. Это такие вот коротенькие отрывочки. Мне кажется, что-то сродни, наверное, стихотворениям, сродни поэзии, только в прозе. Очень такое меня интересует. И надеюсь, что прочитаю эту книгу перед какой-нибудь соответствующей поездкой. Или вот, может быть, возьму в поездку. Такие вот книги настроенческие меня очень увлекают. Ну и вообще я человек шизанутый, как вы знаете, на Париже. И поэтому вот все такое мне очень сильно нравится. Следующий роман я купила в букинистическом магазине, который находится на Петроградке, недалеко от меня. Он называется «Фактотум». И я обязательно вам всем рекомендую туда зайти. Там вообще прекрасная атмосфера и замечательные книги можно встретить. И это «Айрис Мёрдок. Отрубленная голова». Вообще у меня такая традиция есть покупать Мёрдок именно в букинистах. Вот все романы, что я купила, кроме «Чёрного принца», который у меня был новенький в больших книгах, все романы Мёрдок я находила только в букинисте по понятным причинам, потому что, по-моему, сейчас она вообще не издаётся. Ну, за исключением каких-то очень... За исключением небольшого числа романов. О чём роман «Отрубленная голова» я вам не смогу пересказать своими словами, поэтому я вам зачитаю, что здесь написано. Меня прям очень сильно это привлекает. И зная, как пишет Мёрдок, я считаю, что это будет что-то очень для меня интересное. Герои романа запутываются в причудливой любовной паутине и вынуждены бесконечно обмениваться партнёрами. Забавная, казалось бы, чехарда сопряжена, однако, с отнюдь небезобидными сдвигами в их подсознании тёмных, глубинных пластов, которым применима древняя мудрость «Не буди зверя». В результате банальные любовные перипетии принимают фантасмагорический, отнюдь небанальный характер. Я читала пока буквально всего лишь два романа Мёрдок. Один из них был прям максимально любовным романом. Это «Монахини и солдаты». Ну и я читала по классике «Чёрного принца», который вызывает очень разные эмоции у читателей. Мне такое нравится. Я обожаю вот это вот всё копание в людях, в человеческих отношениях, особенно когда это очень талантливо написано. Мёрдок пишет талантливо, поэтому я теперь прям просто не глядя беру её книги, если их вижу. И мне очень жаль, что когда я была ещё такой юной двадцатилеткой, я не особо интересовалась литературой. Да, у меня был такой период жизни, когда я очень мало читала. И вот эти вот все книги выходили как раз вот 2004 год, издательство «Махаон». И я тогда всё это не покупала, и поэтому теперь собираю всё это по букинистам. Такая вот моя судьба. Но я вообще обожаю букинистические магазины. Там действительно можно найти такие шедевры, что вы даже себе не представляете. Причём, возможно, у кого-то есть мнение, что букинисты — это какие-то пыльные, разваленные советские издания. Ну, наверное, вы давно не были в букинистических магазинах. Очень часто встречаются книги, например, изданные лет 10-15 тому назад, и они в прекрасном состоянии. Есть ощущение, что их просто даже никто не открывал. И кто-то купил, поставил на полку, а потом отнёс в букинистический магазин. Чтобы показать вам следующую книгу, мне нужно немного прийти в форму, подкачаться, потому что это... Вы видите это? Это Франсуара Блель и Гаргантюа и Пантагруэль. Вот в этом вот замечательном издании моя любимая серия от СЗКО. Я как-то... Мне даже его держать неудобно. Я не знаю, что я сделать. Попробую на плечо его поставить. Вот так. Я как-то в последнее время решила, что вот тяготеет моя душа. Я уже созрела для того, чтобы прочитать роман. Такой, можно сказать, это памятник литературы XVI века. Памятник литературы эпохи Возрождения. Но я решила, что я не хочу вот купить Букинисти какую-то там книгу и просто ее прочитать. Мне нужны все вот эти вот фантастически прекрасные гравюры Гюстава Доре. Все вот эти вот иллюстрации Гаргантюа и Пантагруэль. И я поняла, что вот эту книгу надо брать. Здесь просто куча вот этих вот гравюр. Я обязательно на листалке вам все это покажу. Они невозможно прекрасные. Я считаю, что это идеальное дополнение к роману. Это у нас такая сатирическая проза. Я помню, что в школе мы читали Гаргантюа и Пантагруэль отрывками. И я не скажу, что мне было прям как-то очень сложно. Конечно, естественно, у нас был адаптированный перевод для детей. Здесь вроде как обещают полный перевод без каких-то либо сокращений. Но если это не так, я буду, конечно, в гневе. Ну, ладно, мне бы хотя бы это осилить. На самом деле эта книга выглядит очень гигантской. Я не знаю, наверное, это самая большая книга теперь в моей библиотеке. Именно вот по своему такому вот объему. Бесконечная шутка, по-моему, даже меньше. Но по количеству страниц здесь их не так много. На самом деле всего чуть больше тысячи, тысяча двадцать пять. Просто очень плотная бумага. И я очень долго смеялась, когда в интернет-магазине увидела чей-то комментарий. А что вы не сделали милованную бумагу? Я подумала, что? Человек, где ты собираешься хранить эту книгу? И как её читать? Потому что здесь такая просто пухлая цепь такой. И, в принципе, для чтения это действительно удобная книга. Понятно, что в метро ты её не будешь с собой отыскать. Но дома вполне себе можно, сидя в любимом кресле или на кровати. О чём вообще этот роман? Если вам вдруг нужны какие-то аннотации, я вам толком даже не скажу. Знаю, что это сатира. И как здесь написано, фарс, буфонада. Шутки порой весьма скобрезные. И мне очень интересно это почитать. Не знаю, когда я возьмусь за это произведение. Потому что у меня есть некие планы уже. Но прямо манит и тянет меня. И насколько я знаю себя, у меня почему-то вот такие вот толстые книги на полке не особо застаиваются. Как ни странно. Так что, надеюсь, в этом году или, может быть, в следующем я точно за неё возьмусь. Покупкой следующей книги я загорелась буквально сразу же, как узнала о её выходе. Это Вив Гроскоп и её эссе «Прощай грусть» эссе о французской литературе. Я уже читала подобную книгу Гроскоп о русской литературе, которая называется «Саморазвитие по Толстому». Я думаю, очень многие её читали, потому что книга тоже гремела и была довольно популярна. Здесь у нас, собственно, та же самая схема Вив Гроскоп рассуждает о романах, написанных французами. Как здесь написано в подзаголовке «12 уроков счастья из французской литературы». И здесь у нас рассматриваются такие романы, как «Здравствуй, грусть» Франсуаза Саган, «В поисках утраченного времени», конечно же, «Куда мы весь прусто», «Отверженные, опасные связи», «Госпожа Бавари», «Милый друг» и ещё многие другие. И, кстати, последняя глава про моего любимого постороннего Альбера Камью. Я сначала думала, что мне надо прям все книги прочитать, про которые здесь идёт речь, а потом я почитаю это эссе. Но, как я посмотрела, здесь практически добрая половина, если не больше, уже мною прочитана. И я в классике, тем более, особо не боюсь каких-то спойлеров. Всё равно я всё это забуду, всё равно это всё выветрится из моей головы. И, наверное, я почитаю эту книгу в июне. А почему именно в июне, вы поймёте чуть позже. Следующая покупка тоже относится к разряду «Мастхэв», потому что это Наталья Семёнова и её братья Ребушинские. Та самая серия, которая просто меня всегда бесконечно радует. Это просто настоящие какие-то шедевры. Наталья Семёнова умеет из жизнеописания реального существа ваших людей делать по-настоящему захватывающие романы. Это не художественная проза, ни в коем случае это нонфик. Просто он написан настолько искусно, настолько живо, что порой какая-то художка кажется намного скучнее, чем эта. Я прочитала пока только книги про Шукиных и Морозовых. У меня там ещё маринуется книга об Остроухове. И вот появились Ребушинские. Как обычно, вот этот вот софт-тач, на котором остаются следы, но всё равно эта книга 100% должна была у меня появиться. Каждый из Ребушинских оставил в отечественной культуре свой след. Степан был пионером собирательства древнерусской иконописи, Владимир – страстным книжником, Сергей пробовал себя в скульптуре. Елизавета переведила трактаты Палладио, Ефимия, заказывала росписи Серову и Добужинскому. Николай издавал журнал «Золотое руно» и устраивал выставки современного искусства. Мне посчастливилось однажды побывать в особняке Степана Ребушинского в Москве. Это невероятно красивейшее здание в стиле модерн. Оно снаружи красивое, ну понятно, но внутри это просто что-то невероятное. И сейчас там находится музей-квартира Горького. Так что если вы в Москве или планируете там побывать, обязательно рекомендую вам посетить этот дом-музей. Очень интересно, очень красиво. И в этой книге, как обычно в этих изданиях, есть какие-то фотографии, картинки. И самое главное, это текст. Я больше чем уверена, что я снова буду в восторге и может быть даже пущу слезу, как обычно, как это было у меня с братьями Морозовыми. Это просто было что-то невероятное. Я не думала, что нон-фикшн вообще может мне разбить сердце и я буду шмыгать носом после чтения. Просто, я не знаю, мне кажется, вижу Наталью Семенову и вот эту серию просто беру не глядя уже. Следующим романом я заинтересовалась после отзыва Иры, которая ведет два замечательных канала «Оставайтесь в креслах» и «Книжная сестрица». Она в своем влоге на канале «Книжная сестрица» читала роман Рэйчел Каск, я уже не помню, как он называется, оставлю фотографию. Но это какая-то часть трилогии и меня почему-то так заинтересовала эта писательница и ее книги, что я решила, мне 100% надо попробовать почитать первую книгу. Они какие-то очень странные, это у нас издательство от Маргенем и обычно мне нравятся их странные такие книги, но здесь они прям вообще побили все рекорды странности. Это «Контур» Рэйчел Каск и вы, наверное, сейчас вообще не увидите, что здесь написано, потому что вот этот вот зеленый фон и какие-то очень странные шрифты и вообще очень странный подход. И просто ужас и кошмар для всех тех людей, кто оставляет заметки на полях, потому что здесь вообще нет никаких полей. Но мне было вообще абсолютно фиолетово, абсолютно все равно. Ира так как-то вдохновенно рассказывала об этой истории, что я решила, мне все это 100% надо. Я решила приобрести эту книгу уже поддержанную на Авито, потому что я люблю давать книгам второй шанс, во-первых, а во-вторых, новая она стоит, ну, дорого стоит. Вот. Что меня особенно привлекло в этой книге, это то, что здесь действия происходят в жарких Афинах, и там, как я понимаю, главная героиня, она приезжает в Афины ввести курс Creative Writing. И там появляются у нее какие-то новые знакомства, новые люди. В общем, это должна быть какая-то такая вот современная женская проза, что называется. Меня такое очень сильно интересует. Здесь на задней стороне обложки снова вот этими вот странными синими буквами по-зеленому написаны отзывы The Guardian и даже Анастасии Завозовой, которую я очень люблю. Контур принадлежит к весьма своеобразной литературной традиции, идущей от романтиков через Вирджинию Вульф к автобиографической прозе, таких наших современников, как Шейла Хетти или Карл Увы Кнаусгур. Ничего не понятно, но просто я как-то, это была прям спонтанная покупка, я решила, что мне такое 100% надо, и я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет шанс побывать в Греции, и я туда точно возьму читать эту книгу. Если, конечно, это будет в ближайшее время, а может, я не выдержу, и почитаю ее просто, просто сидя дома на своей кровати. Следующая книга от моего любимого издательства «Полиандрия Ноу Эйдж». Я у них постоянно что-то покупаю, какие-то новинки, но, к сожалению, книги стоят очень дорого, а сейчас их книги выходят еще и довольно часто. Я уже даже какие-то беру в библиотеки, к сожалению, я бы скупила там все, но у меня, увы, нет такой возможности. И тут я увидела, что на Wildberries книга 100 миллионов лет и один день продается просто за какие-то копейки. И я решила, вот, наконец-то, наконец-то я ее почитаю. Я слышала очень хороший отзыв об этой книге у Алины с канала «Читать нельзя сжигать», и я, мне кажется, наши вкусы с ней именно по этому издательству очень сильно совпадают. Она тоже очень любит «Полиандрию», и я решила, что мне 100% нужна эта книга. Вообще, хотя, по большому счету, аннотация меня изначально не особо привлекала. Станислас — палеонтолог, прозябающий в забытом подвале Парижского университета, ученый, которого спасает от тоски только замечательное чувство юмора. Однажды судьба дает ему шанс обрести все, истину, славу, друзей. Для этого нужно лишь подняться на горный ледник, найти пещеру, а в ней динозавра. Что-то такое, мне кажется, очень мимолетное, короткое, но не по значению. Я почему-то уверена, что это... Я уже какое-то количество книг «Полиандрии» прочитала, и знаю, что их аннотации, аннотации к их книгам часто кажутся легче, чем эти книги есть на самом деле. То есть тебе кажется, что это будет какая-то просто обычная история, а на самом деле все оказывается не так. Есть всегда какие-то очень сложные темы, какие-то дилеммы, и я уверена, что здесь меня тоже ждет что-то очень интересное. И здесь написано, что книга содержит нецензурную брань. Почитаем, не знаю, долго ли она у меня залежится, ничего обещать не буду, но очень рада, что эта книга наконец-то появилась на моих полках. Следующая книжка «Малышка» меня очень сильно интригует, потому что у нее даже нет аннотации. И это Жюльен Грин и его «Земной странник» просто микроскопическая книжка. Мне в последнее время такое очень сильно нравится. Как написано здесь сзади на обложке, Жюльен Грин — это крупнейший франкоязычный писатель XX века, и он первый член французской академии, имевшей иностранное подданство. Вот так вот интересно. И я везде, где возможно, пыталась найти аннотацию, но мне помог лишь гуглеж в интернете, где есть какие-то крупицы вообще информации. Это какая-то такая полудетективная мистическая история, написана в таком немножко автобиографическом ключе. Ну, я считаю, что чтобы прочитать такую книгу вообще не нужны какие-то аннотации, потому что, ну, ребят, ну 78 страниц, я вас умоляю. Думаю, что уже в мае эту книжку 100% прочитаю, потому что, ну, невероятно интригует. И вообще вот это вот издательство «Либро», «Либрофр» меня прям очень заинтересовало. Я там себе приметила еще как минимум пару книжек. Они стоят, в принципе, прилично. Ну, вот вчера я была в магазине нашем «Вовесь голос» и поняла, что там, по-моему, даже дешевле, чем на «Озоне». Можно приобрести книги этого издательства. В общем, посмотрим, подумаем. Скорее всего, в моих каких-то следующих покупках вы это издательство еще увидите. И в каком-нибудь из ближайших прочитанных появится именно эта книжка. Следующие три книги — это прям мои самые свежие покупки. Я вот буквально перед тем, как сесть снимать это видео, сбегала в пункт выдачи лабиринта. Их забрала радостно себе в лапки. И сейчас вам о них расскажу. И первая книга — это Патрик Ромбо и его роман «Малышка» снова. Меня эта книга интересовала давно, но вот чего-то она в отложке у меня мариновалась несколько месяцев. Это роман о каком-то, как я поняла, путешествии во времени. Здесь герой из 1995 года попадает на полвека назад. И, как я поняла, он как-то будет жить то ли в двух временах, то ли останется в 50-х. В общем, толком ничего не понятно, но мне в таких романах аннотация не нужна. Меня, в принципе, интересуют гонкуровские лауреаты и Патрик Ромбо как раз из этих самых писателей. Из вот этой серии издательства «Текст. Первый ряд» я еще ничего не читала. И чем-то мне вот это вот все напоминает Патрика Мадиано, потому что, собственно, размер книг у него такой же. И, как здесь есть такой подзаголовок, это роман-вымысел. Ну, понятно. Что-то такое будет фантастическое, мне кажется, интересное. Надеюсь, тоже эта книга у меня не залежится. И раз уж мы заговорили об этой серии, я также вместе с этой книгой заказала роман «Лестницы Шамбора» или «Шамбора» Паскаля Киньяра. И хорошо, что в «Лабиринте» всегда просят проверить книги. Мне книга пришла с браком, там была замятая, порванная страница. Я сначала хотела ее забрать, но сотрудница «Лабиринта» сказала, что книга стоит дорого, перезакажите ее. И я решила, что да, наверное, я все-таки эту книгу перезакажу. И пока здесь повисит ее образ, но в каких-то следующих покупках эта книга появится. К сожалению, меня прямо именно вот так книга больше всего интересовала. Она и потолще, чем эта, пообъемней. Но так распорядилась судьба, мы встретимся с ней немножечко попозже. Продолжаем с французской, франкоязычной литературой. Я решила приобрести себе роман «Человек, который смеется» Виктора Ньюго. Вот в этом издании мне оно прям так приятно. Я не знаю, почему вот эта вот интегральная обложка. Здесь такие белые страницы, и роман такой довольно пухленький. И, кстати, увесистый, то есть он абсолютно не облегченный. И мне кажется, он очень удобно раскрывается. Ну, я на самом деле в восторге. Это роман об аристократе, который в детстве был продан бандитам. И эти люди сделали из него такого настоящего ярмарочного шута, вырезав у него на лице вечную улыбку. Действие романа происходит в конце 17-го, начале 18-го века в Англии. И в то время среди знатных людей были очень распространены такие развлечения, как спектакли с участием уродцев. Вот такой, мне кажется, интересный зачин. Я видела современную какую-то экранизацию этого романа, но это было очень давно, я ничего не помню. И вообще это как бы классика, где мне сюжет не особо важен, потому что мне нравится язык Гюго. Я уже читала «Собор Парижской Богоматери», я читала «Отверженных». Гюго, кстати, мне кажется, вот он на стыке вот таких вот великих писателей, у которых и сюжеты увлекательные, и завлекательные, и вот эта вот описательная часть, вот это вот можно насладиться каким-то великолепным языком. Вот Гюго как раз из таких, и вот этот роман тоже немаленький здесь, 600 страниц. Наконец-то мы воссоединились, и у меня появился третий роман Гюго на моих полках. Мне так вообще нравится вот эта обложка на таком темно-красном, вот этот вот вырвиглазный-зеленый, и мы вообще прекрасно сочетаемся, все прекрасно. Прям испытываю эстетическое удовольствие от этой книги. Следующая книга — это, наверное, самая спонтанная покупка среди всего вот этого. Я просто увидела ее где-то в анонсе, увидела, что на нее, в принципе, нормальная цена в лабиринте, и сразу схватила. Вы сейчас поймете, почему. Посмотрите на эту обложку. Это Абатиса Лорен Гроф. И просто я, как фанат стартающего средневековья, ну не могла пройти мимо вот этого. Это что-то потрясающее, хотя мне не очень нравятся книги издательства «Корпус в бумаге», потому что, ну, мне почему-то не нравится их бумага. Ну, давайте это опустим. Это прям вот максимально импульсивная покупка. Я даже не знаю, что и почему, но надеюсь, этот роман мне понравится. Главная героиня Марии в 17 лет покидает родную Францию и оказывается в чужой и холодной Англии, да еще и приорессой почти нищего аббатства. Как она сумела объединить монахинь, возродить аббатство и сделать его процветающей и почти неприступной для посторонних обителю, верой и силой духа, или посещавшей ее божественные видения. Жизнь Марии оказалась полна неожиданных поворотов и непростых испытаний, которые она выдержала с огромным достоинством. На сайте Лабиринта я полистала знакомительный фрагмент вот этот вот первых страниц книги и поняла, что действие происходит в XII веке, но написана книга довольно современная. Как я понимаю, читаться это будет легко. Почему-то пока есть мало отзывов на этот роман, и я хочу, чтобы он у меня не застаивался на полках, и как минимум летом я его прочитала, тем более читать тут не так уж и много. Здесь даже до 300 страниц книжечка не дотягивает. Какое-то прям помутнение у меня случилось. Надеюсь, что мне это понравится, но если не понравится, то что? Ну, купила и купила. Была не в себе, повелась на обложку. Ну и для гранд-финала видео я припасла просто самую сладенькую книгу всех этих покупок. Это Хальгрим Хельгессон и его роман «60 килограммов солнечного света». Он такой довольно упитанный. Вообще вот эта серия городца, скандинавская линия, она обычно представлена такими книжками-малышками. Это прям, знаете, такая серьезная книжка на почти 500 страниц. И почему меня это интригует? Потому что это исландская литература. Здесь у нас действие происходит в начале 20 века. Исландия такая бедная, холодная страна. Люди там зарабатывают каким-то промыслом, что-то там ловят, пасут овец, занимаются своими обычными делами. Но однажды все меняется, когда в один из фьордов заходит косяк сельди и появляются норвежские рыбаки. И постепенно во всем этом захолустье жизнь оживляется, все просыпается. И как здесь написано, это не только большой роман об истории народа, написанный живописно и с чувством юмора, но и трогательное повествование о судьбе мальчика, который ищет способ выжить в этом суровом мире. То есть это еще какая-то история, возможно, немножечко история взросления, не знаю вообще ничего. Кстати, Хельгасона я раньше не читала, хотя у меня на моей электронной читалке есть его роман. Один уже очень давно там валяется, а я все никак до него не дойду. Но, наверное, все-таки я начну прям с этой книги, потому что уверена, уверена, что мне должно понравиться. Потому что, как вы знаете, как я уже не раз говорила, мне очень импонирует исландская литература. Мне нравится, как пишут исландцы. Это вот 100% мое. Вот такими вот были мои покупки и подарки двух весенних месяцев. Я считаю, что книги все просто великолепные и прекрасные, хотя я их еще не читала. Пишите, что об этом думаете. Возможно, вы что-то из этого уже успели почитать. Я больше чем уверена. Если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, потому что это очень важно для развития моего канала. Если вы вдруг смотрите видео без подписки, подпишитесь. Это тоже очень важно для развития моего канала. Как всегда, жду ваши комментарии. Желаю вам прекрасного настроения. Ну и прощаюсь с вами до нового видео. Всем пока!